МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Виктор Бондарюк, бывший солист легендарной в 90-е годы группы «Русский размер», который не балует тоже своим появлением на телевидении. Давайте покажем визитку на вас. Внимание на экран. АПЛОДИСМЕНТЫ Ровно 25 лет назад в Санкт-Петербурге два друга-земляка Виктор Бондарюк и Дмитрий Копотилов создают группу «Русский размер». В 1995 году Виктор и Дмитрий на долгие годы завели молодежь 90-х, перепев вместе с профессором Лебединским, знаменитые советские хиты. В сумке сигареты, где учебник и дневник. Ты идёшь с кастетом в школу, ты скрываться не привык. Знаешь точно, где их встретить. Ты сегодня не один. Твой приятель возле школы. Не один. Ангел дня. Ангел дня принёс на своих крыльях большой успех группе, но не смог сохранить дружбу Виктора и Дмитрия. И в начале 2000-х группа «Русский размер» распадается. Копотилов отсуживает название «Русский размер», а Бондарюк называет свою новую команду «Размер Проджик». Сегодня, Даша, расколовшись на два отдельных коллектива, музыканты продолжают гастролировать, а их музыка звучит, как будто на дворе до сих пор 90-е. Ну, я хочу вам сказать, что вы сегодня выглядите в тысячу раз лучше, чем в 90-е. Я не знаю. Я с вами согласен. Ну, я думаю, это влияние поклонника вашей группы Дмитрия Нагиева, который в 90-е годы работал диджеем на Радио Модерн. И, зная, как выглядит Дима в свои 50, он не даёт никому поблажки. Вы знаете, я скажу, что Дима для меня, в общем-то, не просто друг мой с самых ранних моих времён. Это человек, который является для меня стимулом, являлся, является по сию пору. И спасибо Диме большое за все эти годы. Давайте покажем фрагмент вашего совместного выступления с песней «Бегут года». Внимание. Бегут года, и грусть печаль в твоих глазах. А я не знаю, что тебе сказать. Найти слова или без слов ответить на твою любовь, что стала ты моей судьбой. Хочу сказать, что эта дружба взаимная, и Дмитрий хорошо к вам относится. И несмотря на свой плотный график, и несмотря на то, что Дима сейчас готовится к марафону и пробегает по 20 километров в день, посмотрите на его форму. Вот что он рассказал про группу «Русские размеры» и про дружбу. Внимание. 13 лет. Вместе. Русский размер! Я очень люблю группу «Русский размер». Я считаю, что это одна из самых ярких, стремительных, авангардных команд. Давай, давай, давай! Ребята, давай, давай, где ваши руки? Это родилось именно у «Русского размера». Масса нововведений каких-то, качаний рук, приплясываний. Это все пошло с «Русского размера». Я дружил и любил ребят. И Диму Копотилова, и Витю Бондарюка. У нас были очень теплые отношения. Мне очень жаль, что они расстались, разошлись. Это все деляжничество, которое, к сожалению, не имеет отношения никакого отношения ни к творчеству, ни к жизни. Это какие-то гнилые амбиции, через которые проходили все мы. Все мы, я в том числе. Мне это печально. Мне кажется, что ребята могли бы и в команде создать еще что-то очень симпатичное. Я желаю ребятам не думать о возрасте, пожить, поработать, не отвлекаясь на всякое дерьмо. Дима говорит о конфликте, о разрыве, который произошел между вами. И это правда, что это произошло в бане, да? Это был исторический разрыв был. Ну, я уж там не помню. В бане нет, ничего интимного там не было. И после этого, ну, там были определенные еще такие, как бы, перестали быть дружескими отношениями. Они какие-то перешли в какую-то финансово, какую-то дурацкую форму. А лично для меня первично все-таки это творчество и какой-то интерес. Ну, давайте послушаем версию вашего расставания от Дмитрия Копотилова. Вот, что он рассказывает. Внимание. Я речу, как человека творческого и как, ну, очень уважаю. А мы не ссорились никогда, собственно говоря. У нас были идеи, которые дополняли друг друга. Кто-то начинает, кто-то подхватывает. Или наоборот. Ну, мы много смеялись, прикалывались, как бы так вот. Колорадская сосиска. Какой глупец бы не отказался от такого хода. Прошло уже целых 14 лет. На Новый год он подошел, говорит, я ухожу. В никуда. Куда? Он говорит, в никуда. Лебединский, он ему там напел в уши, что там мало денег там получают, там что-то вот не то. В конце концов он уходит, и у них там ничего не получается. А у нас коллектив у нас как бы был, вот он остался. Нам пришлось просто зарегистрировать на название «Русский размер». Ну, как товарный знак. У него группа «Размер Проджект» он назывался. Витя обвиняет меня, я могу обвинять его. У нас всегда будет конфликт. Поэтому я так думаю. Но делить действительно нечего, делить действительно нечего. На тот момент, когда мы расстались, вот в моей жизни ничего не изменилось. За то время выпущено там несколько альбомов. Работа продолжалась и продолжается. Я живу интересной творческой жизнью. А что еще нужно для творческого человека? Господи, да ничего. Так что... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!